«Она будет жить?» – осторожно спросила женщина-врача. «Да. Часа два», – ответил ветеринар. После этих слов собачка из последних сил подняла голову и посмотрела на людей беспомощным взглядом, а на ее глазах показались слезы. Ведь, она еще толком, не жила. Прошлую жизнь цыганке было нельзя назвать легкой. Еще малышкой ее бросили рынки. Щенулька растерянно стояла между рядов, теряясь в толпе, которая ее даже не замечала и не понимала, куда идти. К концу дня щенка заметила одна продавщица, которая накормила и стала опекать. Домой забрать маленькую цыганочку Наташа не могла, но всегда бежала на работу с мыслями о ней, прихватив с собой еды на долю щеночка. Попытки найти крошки дом не увенчались успехом, поэтому она так и осталась на рынке, где выросла и узнала, что не все люди добрые. Ее часто обижали, прогоняли, об нее спотыкались, называли последними словами, но собачка молча терпела, не осмеливаясь даже рыкнуть. Зимовала бедняга тоже на улице. Ее часто видели лежащей на люке, свернувшись клубочком, вместе с пушистой подружкой по несчастью, которая нередко вставала на защиту скромной цыганочки. Потом Наташа стерилизовала их, но люди все равно не успокоились, и животных приходилось часто спасать от нападок недовольных самим нахождением собак на рынке. Подружки-цыганки внезапно не стало. И это произошло не само по себе. А спустя пару дней, Наташа и цыганочку нашла чуть живой позвонила мне и попросила помочь. Я отправила их в клинику. Врач сказал, что шансов нет, и отвел ей часа два. Но мы и не думали сдаваться. Собачка отчаянно боролась за жизнь и не хотела уходить. Дважды мы находили для нее зерона, чтобы спасти в критические моменты. Ветеринары делали все возможное, но никак не могли понять причину болезни собачки, потому что симптомы были довольно странные. Я купила собачуле мягкий матрасик, чтобы она не лежала на полу. Несколько раз я порывалась перевести собачку на обследование в московскую клинику, но ее состояние не позволяло это сделать, врачи говорили, что не довезем. А потом удалось немного ее стабилизировать и все-таки доставить куда планировалось. Хотя, цыганочка по-прежнему, даже не вставала и кушала как птичка. В шикарной московской клинике приняли цыганку как родную и сразу же собрали консилиум, относительно ее состояния, но и эти врачи некоторое время находились в замешательстве. Пока не нашли истинную причину. Весь персонал жалел и поддерживал пушистую тихоню, которая кажется от людей ничего хорошего уже не ждала. Она никогда не мешала работе врачей, не показывала характер, но тряслась как осиновый листик и сидела в своей клеточке как мышка, чтобы никого не напрягать. Но, со временем собакушка стала доверять и московскому куратору Оле, которая навещает там цыганочку и других наших пациентов, с вкусняшками. А также своим добрым ангелом-хранителем в белых халатах, которые за месяц сделали невозможное, практически вернув ее к полноценной жизни. Мы еще лечимся, и опасений за жизнь больше нет. Правда собачуля еще стесняется и не активничает, но уже потихоньку ходит на поводочки, а еще управляющий поселил ее у себя в кабинете, чтобы полностью социализировалась и не так сильно скучала. У ласкушки цыганочки золотой характер, потрясающий интеллект и скромная натура. Несмотря на то, что в ней к 20, собачка ведет себя тише хомячка. Видимо раньше ее обижали за любое неосторожное движение, поэтому она очень удивляется ласке и замирает от радости, когда кто-то уделяет ей внимание. И все бы хорошо. Цыганочке некуда возвращаться. Поэтому мы пока даже думать боимся о выписке. Все передержки забиты битком. Но и в клинике жить не оставят, и стационар дорогой, оплачиваю лечение я из пожертвований. Что делать? Рассчитывать только на чудо. А точнее на ваше неравнодушие и благородный порыв удочерить несчастную страдалицу цыганочку и помочь забыть ей грустное прошлое, окружив теплом и заботой. Спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. До новых встреч.